Это электробус. Ну, на нем так написано. Он является одним из самых инновационных видов транспорта в Москве. Ну, по мнению Департамента транспорта. И сегодня мы разберемся с тем, насколько он инновационный, как сильно он влияет на экологию, чем он лучше обычных автобусов, почему он заменил московский троллейбус, и вообще, это будет одно из самых крупных видео на российском ютубе про московский электробус. История появления московского электробуса хронологически совпадает с сокрытием московского троллейбуса. Она начинается с 2015 года, когда на выставке был показан самый первый электробус модели ЛИАС-6274. Тогда же он начал проходить испытания, которые он завалил и был отправлен на доработку. В 2017 году на испытания прибыл второй электробус ЛИАС. Он успешно прошел как парковые испытания, так и испытания с пассажирами на маршруте М2 с конца января по конец апреля 2017 года, после чего, проведя несколько месяцев на различных выставках, в октябре 2017 он возвратился на завод. 30 октября 2017 года в офисе компании РИА Новости прошли публичные слушания с участием главы Департамента транспорта Максима Лексутова. На них впервые были представлены планы по ежегодной закупке 300 электробусов в год. Также были названы первые маршруты, попадающие под перевод на электробусы. В мае 2018 года правительство Москвы провело два аукциона на поставку электробусов. Победителями стали КАМАЗ и группа ГАЗ в лице завода ЛИАС. Каждый из них по контракту должен был поставить 100 электробусов и предоставить 15-летнее сервисное обслуживание, а также установить 62 зарядные станции. И с этого момента Москва вступила на путь развития электробусов, параллельно сделав главную ошибку, повлиявшую на их имидж в глазах фанатов транспорта. Первые планы закрытия троллейбусной системы в Москве, тогда еще в центре, датируются ноябрем 2010 года, практически сразу же после вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы. На тот момент сеть троллейбуса являлась крупнейшей в мире, однако с обслуживанием были проблемы. Некоторые машины были в плачевном состоянии, но почему-то их не ремонтировали и не закупали новые. В январе 2014 года генеральный директор БУП Мосгортранс Евгений Михайлов в интервью к каналу Москва-24 сообщил о том, что приобретение меньшего числа троллейбусов связано с планом реформирования троллейбусного движения в Москве до 2020 года, предусматривающего вывод из эксплуатации троллейбусов и замену части маршрутов на автобусы. Этот ход был довольно дерзким, так как сеть на тот момент насчитывала более 100 маршрутов, более 600 километров линий, 9 парков, почти 1600 пассажирских троллейбусов, в том числе более 750 с низким уровнем пула и 134 сочлененных. Заменить такую огромную сеть было сложно, однако, как тогда посчитали, это будет дешевле, чем привести в порядок троллейбус. В 2016 и 2017 годах в центре города была демонтирована практически вся троллейбусная система. Это было произведено в рамках реализации программ «Моя улица» и «Магистраль». Тогда это объяснялось в том числе тем, что троллейбусные провода портят вид центра города. Об выхлопных газах от автобусов в тот момент, видимо, не думали. Летом 2018 года стало известно о планах полного прекращения движения троллейбуса по Москве к осени 2020 года. Предполагалось перепрофилирование действующих троллейбусных площадок под электробусные. Весной 2019 года по приказу Департамента транспорта Москвы Глуб Мосгортранс начал массовый демонтаж контактных сетей троллейбуса по маршрутам, которые более не использовались. 25 августа 2020 года последние маршруты номера 28, 59, 60, 64, 72 были переведены на обслуживание автобусами, а маршрут М4 на электробусы. Так закончилась история троллейбуса, на смену которому пришел электробус. Это была, пожалуй, главная маркетологическая ошибка в пиаре электробуса. В головах многих закрепилось, что более дорогой электробус пришел на смену дешевому и надежному троллейбусу. Именно так Департамент транспорта убил адекватное восприятие электробуса, так как фанатам не понравился трюк с уничтожением троллейбуса, и за это они не взлюбили электробус. И, естественно, с транспортных форумов это начало просачиваться в более массовую среду и прививать нелюбовь к электробусу у обычных пассажиров, которые, скорее всего, даже не придали бы этому важное значение. Самое главное, что закладывали в электробус, это то, что он будет неким гибридом между троллейбусом и автобусом. От троллейбуса взяли электротягу, а от автобуса отсутствие привязки к контактной сети. Электроэнергию электробус берет от батарейки, установленной на нем. Как правило, на более старых моделях ее хватает на 80 километров, на более новых моделях на 100 километров. Когда электробус совершил достаточное количество эйсов и зарядка в нем постепенно заканчивается, он приезжает на конечную и стыкуется с пантографом с зарядкой. Эта зарядка достаточно быстрая, позволяющая заряжать его примерно за 15-20 минут. Зарядные станции изначально хотели располагать на конечных, однако в последнее время от этого почему-то отошли, и электробусы ездят на зарядку в парк. Запуск электробуса в регулярную эксплуатацию был запланирован на 1 сентября 2018 года на 73 маршруте троллейбуса. На этот день планировались официальные мероприятия и торжества с участием первых лиц города, однако оба завода, ЛиАЗ и КАМАЗ, не успели к этому моменту выпустить нужное количество машин даже для одного маршрута. Несколько собранных и доставленных в парк машин не успели должным образом обкатать и подготовить к работе на линии. В итоге 1 сентября к торжественному открытию удалось выходить из парка лишь два электробуса, один из которых, отправившись в первый рейс с мэром Москвы Сергеем Собяниным, на борту сломался, проехав чуть больше километра. Первые месяцы работы электробусы регулярно выбывали из строя и сходили с линии. Фонд «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Катца организовал наблюдение за работой электробусов на 73 маршруте, которое показало, что значительное число выходов происходит с задержками разной длительности, а большая часть прерывается поломками и сходами с линий. На конец 2018 года электробусы появились еще на трех маршрутах – двух троллейбусных, 80-й и 83-й, и одном автобусном, номером 649. Однако весь выпуск они покрывали только на маршруте 649. Троллейбусные маршруты Департамент транспорта не решался переводить на электробусы полностью. Там электробусы работали совместно с троллейбусами до весны 2019 года. К 1 августа 2019 года филиал «Северо-Восточный» закрыл основной контракт в полном объеме. Туда было поставлено 200 электробусов. С осени 2018 года электробусы поступают в филиал «Центральный» на площадку бывшего филевского автобусно-троллейбусного парка. В ноябре объявлены новые конкурсы на закупку 300 электробусов для обеих площадок филиала «Центральный» – филевской и ленинградской. Цена одного электробуса под данным закупком составила 56 миллионов рублей. Далее поставки электробусов только увеличивались. 24 декабря 2019 года был торжественно пущен 300-й электробус. 27 апреля 2021 года электробусы «КамАЗ-6282» начали собирать на Сварзе. Стали появляться учебные электробусы, а 28 декабря 2021 года на маршруты города вышел юбилейный «Тысячный» электробус. Основными производителями электробусов для Москвы являются «КамАЗ» и «ЛиАЗ». «ЛиАЗ» выпускает модель «ЛиАЗ-6274», который был разработан на базе низкопольного автобуса «ЛиАЗ-5292», серийно выпускаемого в 2004 года. «КамАЗ» же самостоятельно разработал модель «6282», унифицированную с автобусами «Нифас-5299» последней версии. Однако оба производителя делали электробусы по заказу. Поэтому, в принципе, внутри электробусы мало чем отличаются друг от друга, и если не вдаваться в подробности, вы, в принципе, не найдете отличий. Также, в целом, и с внешней стороны между электробусами «КамАЗ» и «ЛиАЗ» есть незначительные отличия в логотипах и, возможно, в каких-то формах. Но, опять же, если не вдаваться в подробности, отличий вы мало найдете. Тем не менее, с недавних пор «ЛиАЗ» начал выпускать рестайлинговую модель, которая имеет внешние отличия от предшественников. Но и «КамАЗ» недавно начал производить рестайлинг. При этом их модели мало отличаются от базовой версии. Помимо этого, производители меняют технические характеристики двигателей, аккумуляторов и всего подобного. Но помимо базовых моделей, оба производителя экспериментируют над производством других версий. Например, пару лет назад «КамАЗ» выпускал версию сочлененного электробуса или электробуса-гармошку. Его представили в 2020 году, и он отправился на испытания, которые он успешно прошел, затем покатал пассажиров по маршруту М2, а потом пропал. Как выяснилось, серийный выпуск этих моделей не начинался из-за проблем с импортными комплектующими. Но недавно эту проблему решили комплектующими из дружественных стран, и ожидается заключение контракта на эти электробусы. Помимо гармошки, «КамАЗ» также предлагал так называемый «водоробус». Это электробус, получающий электричество не от зарядки, а из водорода, но Москва их не взяла. Группа «ГАЗ», материнская компания «Лиаза», не отставала от «КамАЗа» и выпустила электрическую маршрутку, которая в прошлом году проходила испытания в Москве. По состоянию на лето 2024 года в Москве электробусы работают на 137 маршрутах, которые проходят в абсолютно разных частях города. Более 1800 машин представлены в четырех филиалах и на десяти площадках Мосгортранса. Среди них есть как существовавшие ранее автобусные и троллейбусные парки, так и полностью новые. Среди старых площадок электробусы обслуживают Биберево, Верхние Лихоборы, Останкино, Новый Косино – это площадки филиала Северо-Восточный, Филис, Сокол и Нагорная филиала Центральный. Причем на площадках Верхние Лихоборы, Останкино и Сокол обслуживают только электробусы. Остальные площадки обслуживают также автобусы. Помимо этих трех площадок существует еще три полностью новых электробусных парка. Первым таким парком стала Красная Пахра. Этот парк принадлежит юго-западному филиалу, он находится в Тройском административном округе. На его балансе находятся порядка 79 электробусов, и все они обслуживают маршруты, проходящие по преимущественно Новой Москве. Вторым электробусным парком стала площадка Митина, филиала Северо-Западный. К нему приписано порядка 120 электробусов. Все они ходят в основном по Митину, Тушино, Строгино, но также есть еще электробусы в Кловацком, но в общем-то они используются на северо-западе города. Ну и третьим новым парком для электробусов стала Салтыковка. Располагается она в районе Новокосино и скорее предназначалась для разгрузки одноименной площадки, которая находится здесь в принципе неподалеку. Что касается количества маршрутов, то в филиале Северо-Восточной на данный момент обслуживается 67 маршрутов, в филиале Центральной 50 маршрутов, в филиале Юго-Западной 9 маршрутов и в филиале Северо-Западной 11 маршрутов. В ближайшее время ожидается появление электробусов в филиале Южный на площадке Черемушки. Также скоро может начаться строительство четвертого нового электробусного парка того же филиала. До 2030 года предполагается появление как минимум двух рестайлингов электробусов, в которых упор будет делаться на внедрение беспилотного управления, а также планируется перевести все маршруты наземного транспорта на электробусы. И тут стоит понять, какие есть плюсы и минусы у электробусов. Первым плюсом электробусов является мобильность. Благодаря отсутствию рогов электробус можно пустить по любому маршруту, а также препятствия ему не помешают, ведь он легко может их объехать. Вторым плюсом является комфорт. ДВС является источником вибраций и шумов, которые производит автобус во время поездки. Электродвигатель работает практически бесшумно и не имеет вибраций. Третий плюс – экологичность. Электробус не имеет традиционного двигателя и выхлопной системы, благодаря чему уменьшается выброс токсичных веществ в атмосферу и снижается количество выхлопных газов в городе. Первым минусом электробуса является высокая стоимость. Цена одного электробуса составляет от 30 до 56 миллионов рублей, что в 3-4 раза дороже троллейбуса. Вторым минусом электробуса является потеря времени на зарядках. Электробус должен проводить от 8 до 20 минут на конечной станции для восстановления батареи. А это то самое время, в которое он мог бы эффективно перевозить пассажиров. В итоге для обеспечения аналогичного выпуска требуется больше машин и водителей, чем у троллейбуса или же автобуса. Третий минус электробуса – это восприимчивость к низким температурам. В случае сильных холодов наблюдаются массовые сходы и невыходы электробусов на линию. Четвертый минус – это недолговечность батарей, а также отсутствие действующих технологий по их утилизации. И в моменте с батареями мы переходим к, пожалуй, самой животрепещущей теме, связанной с электротранспортом на сегодняшний день. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Объясняется это тем, что двигатель внутреннего сгорания выбрасывает в атмосферу большое количество выхлопных газов, что плохо сказывается на экологии. Помимо перехода на электромобили, городской транспорт также переходит на электротягу. Но самое главное, почему я заговорил об экологии в этом материале, это то, что электробус – это не экологичное на самом деле. Итак, раз мы в прошлую главу закончили на батареях, то с них и начнем. Основным составляющим современных батарей является литий. Он добывается либо из породы, либо на слончике. И для того, чтобы получить одну тонну лития, нужно перелопатить 250 тонн породы. Или необходимо переработать 750 тонн солевого раствора. А отделяют литий химическим раствором, который потом просто выбрасывают. Но на получение материалов для аккумуляторов все не ограничивается. Аккумуляторы в этом электробусе имеют свойство деградировать. И в какой-то момент они перестанут выдавать необходимое количество электроэнергии, и их необходимо будет утилизировать. А на данный момент технологий по утилизации на самом деле не очень много. И, скорее всего, их просто закопают в землю или же просто сожгут. Но помимо аккумуляторов, само движение электробуса вредит экологии. Дело в том, что он сам топливо не вырабатывает. Получает он его из сети. Но откуда взялось это электричество? Из космоса. Это электричество было выработано на электростанции. А 70% электроэнергии в мире вырабатывается до сих пор на электростанциях, которые работают по принципу сжигания углеводородов. Таким образом мы получаем то, что да, сам электробус не выбрасывает выхлопных газов и таким образом не загазовывает город. Но за него это делает электростанция где-то там, в другом месте. Это не в городе, но тем не менее вред экологии таким образом все равно наносится. Ну а на этом, пожалуй, все. По итогу можно сказать, что электробус как вид транспорта достаточно неплохой. Но что касается его пиара, то здесь наблюдаются проблемы, которые делают его одним из самых противоречивых видов транспорта в Москве. Всем спасибо за просмотр этого видео, поставьте ему лайк, если оно вам понравилось. Напишите свое мнение об электробусе в комментариях. Всем удачи и всем пока! Подмосковная маршрутка!